Что вы видите перед собой? Нет, это не кадры видеомонтажа, и не кадры какой-либо давности. Вот мы приехали 2 декабря, а уже в течение недели вы видите эти сюжеты. Что для этого надо было сделать? Ну, во-первых, не спать двое суток, отписать 100 дисков, сделать и отмонтировать эфиры, и в конце концов взять предоплату. Иначе как можно было полететь? Ну, чтобы еще и супруга не обижалась, когда нужно сделать слово шоппинг. Благодаря кому мы полетели и вообще, что мы сегодня показываем? Мы сегодня показываем отдых вместе с Pegas Touristik. Не какая-либо туристическая фирма, а громадный монстр, которому уже 15 лет. Так вот, Pegas Touristik приготовил для вас отдых в Шар-Мальчихе с вылетом из города Магнитогорска. При этом Pegas Touristik замариновал, скажем так, десолировал сеть отелей. Вот этот отель, Неско Резорт, ничего страшного, что я буду так вот частенько на ручку смотреть, потому что отелей будет много. С чем сравню я этот отель? Ну, во-первых, я его сравню с озером Банново. Потому что здесь можно в декабре, в ноябре, в январе и в феврале отдохнуть по цене озера Банново. Ну, если включить туда еще и спиртные напитки. Естественно, я не буду вас хвалить отдельный конкурт-отель. Да, здесь есть свои недостатки, но есть куча преимуществ. Ну, для меня лично, это возможность пить круглые сутки, наблюдать, как садятся самолеты. Вот, есть тоже круглые сутки. Ну, мелкие недостатки, как тут, небольшие номера, компенсируется отличным морем, до которого здесь, на автобусике, всего 3 минуты езды. А случилось сие события только потому, что Магнитогорск не остался без внимания настоящего монстра туризма, компания Пегас Туристик. Конечно, и во многом благодаря и нам, таким же, как и всем магнитогорцам, людьми не самыми богатыми, но привыкшими уже путешествовать и чистить мозги за границей, Грузица и провинции. Отдых за границей, да еще и с вылетом из Магнитогорска, сейчас тесно связан, по сути, именно с Пегасом. Да, естественно, до Нового года мест вы уже вряд ли найдете, но благодаря телефону многоканальному, да, и такая услуга сейчас есть, и вот он телефон, вы можете и с домом практически самостоятельно забронировать себе вылет и отель. А куда деньгу принести и подписи поставить, подскажет вам диспетчер. Благо, агентств, работающих только с Пегасом, сейчас хватает. Теперь про Красное море. Если честно, то я в первый раз ощущал на себе настолько теплое Красное море. Обычно оно чистое и прозрачное, не очень-то и прогревается. И мысль об акулах, любящих теплые воды, как-то внезапно материализовалась, буквально за день до вылета. Но в фирменных пегасовских отелях в Де Сале есть и понтоны с кораллами, где плавать надо в маске и лицом вниз, и песчаный вход до безопасной глубины, а там-то акул и ежей нет. В общем, у меня от такого Красного моря впечатления были самые радужные. А вот такой хаванины слегка осоловелые. Задумчивая небрытая морда. Ну, такое бывает, да. Когда приезжаешь, ты начинаешь четвертый раз кушать за последние пять часов. Что на моем столе? Ну, там я вам показал. Вот это порция рыбы с картошкой. Вот это чисто русский салат из морковки с капусточкой и салат из картошки. Грибной супчик. Ну и то, что рекламировать нельзя. Это только часть того, что я сейчас покушаю. А будет еще курочка, будет еще и говядинка, будет еще и много сладкого. И все это примерно за 30 тысяч на одно. Вот такое рыба. По результатам данной поездки скажу, в Шарм-эль-Шейх ездить надо каждый год. То, как динамично развивается здесь строительство отелей, и то, что даже с третьей линии вас быстро доставят на пляж, и там все будет включено, не вызывает сомнений. Хотя я положу руку на сердце и скажу, не каждый и особенно американский отель с удовольствием встречал инфогруппу. Так что полное удовольствие уже традиционно получаешь в фирменных пегасовских отелях с турецкими хозяевами и ориентированными на русскую публику поварами. Как я вам обещал, следующий день. Все поразило. За 4 года отель не изменился вообще. То есть какой был прекрасный, великолепный отель с чудо-пляжем, со своим понтоном, с коралловым рифом, таким он и остался. То есть рекомендую. Кроме всего, в отеле Сети Шарм, рядышком с ним, есть замечательное место, где вы можете заняться шопингом. Поэтому, если вы даже думаете, что переплатили какую-то там копейку, то имейте в виду, золотые украшения вам это дело все компенсирует. Ну и второй день нас научил замечательной фразе. Шукран Хабиби. То есть спасибо большое, дорогой. Пегас, дорогой. То есть Шукран Хабиби Пегас. Когда ничего не меняется, это, кстати, далеко не всегда плохо. Прекрасный и очаровательный Сети Шарм. Тянет по комфорту на пятерку. А комфорт для россиянина – это возможность не парясь отдохнуть, не подписывая дурацкие чеки и не ограничивая себя ни в чем. В общем, Камиль Фо де Сале от Пегас Туристик.